Храм Живоначальной Троицы в Ершово с самого начала СВО стал центром протяжения для всех желающих помочь бойцам и мирным жителям в Луганске и Донецке. Отец Георгий, настоятель храма, стал первым человеком, который благие пожелания сельчан начал направлять в практическое русло. Наш труд с помощью Божьего спасает жизнь и спасает здоровье. Вот это главное нам нужно запомнить. И за это нам благодарны наши бойцы. Сегодня в храме сугубо светское событие. Пришел приказ командира воинской части ПВО, с которой сотрудничают ершовские волонтеры. Самые активные из них получили личную благодарность от военных. Нам и пишут об этом, что благодаря, скажем, детектору тронов или РЭ, который мы послали, сбереглись жизни людей. И согласитесь, когда мы пишем об этом в нашем чате, наверное, у каждого из вас на душе становится тепло. 22 человека получили медали. Люди поздравляют друг друга со слезами на глазах. Буквально за каждым из них стоит непростая история, которая тянет на целый фильм. Поздравляю тебя с твоим сыном, героем. Дай Бог, чтобы он вернулся живой. Ты герой, мать наша. Умница. И трудишься для фронта. Сын сказал, никто кроме нас. Они должны знать, что они такие же герои, как и пацаны там. Андрей Щербаков – куратор всей волонтерской помощи от села Ершова. Правая рука отца Георгия в этом вопросе. Именно Андрей заказал памятные знаки на одном производстве и получил приказ от командира части. Без документа это, по сути, сувениры. А с приказом – настоящие медали. Правда, никаких льгот и привилегий они не дают. Все-таки это не государственные награды. Здесь самое важное – не признание нас, а чтобы пацаны чувствовали там наше тепло, что они там не одни. Чтобы они понимали, ради чего и для чего они там. Это сложно. Там все гораздо сложнее. Андрей знает, о чем говорит. На своем микроавтобусе постоянно колесит по дорогам Луганска и Донецка. Из Ершова перевез несколько тонн гуманитарных грузов. Говорит, бойцы должны знать, что дома о них думают, дома их вспоминают в молитвах. Тимур Гайсин, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова